В нынешнем году погода добавила дорожникам и автомобилистам хлопот. Выбоины, ямы глубиной по 10 сантиметров. Все это появилось из-за капризов погоды. Дождь, снег, оттепель, морозы. Асфальт почти никогда не был сухой. Почти все время на нем стояла вода. Как отмечают специалисты дорожно-эксплуатационных служб, таких погодных условий, которые принесли такие разрушения на дорогах, в Бресте никогда раньше не было. Основным катализатором во всем этом послужило очень большое количество воды, которая стояла. То есть это был или снег, или дождь, или таял снег постоянно. То есть дороги находились практически постоянно в подтопленном состоянии. И плюс переходы через ноль, вот эти температурные, вот это и послужило основным таким катализатором, что пошло такое значительное разрушение в текущем году. Мы готовились к этому, и очень сильно, потому что в 2023 году было самое максимальное количество выполненных работ по сплошному асфальтированию. Также еще и весной, и осенью были проведены работы по ямочному ремонту. Велись работы по герметизации трещин, тоже в таком объеме, в котором никогда раньше просто не производились. Но все равно этого было, оказывается, недостаточно. Как только позволила погода, дорожники принялись за дело. Трудятся без выходных. Так, с 11 февраля на улице Бреста вышли машины для ямочного ремонта, струйные инъекционным способом. Такой подход позволит в десятки раз увеличить производительность работ по ямочному ремонту. Кроме этого, работы ведутся теплым асфальтом, которым можно укладывать при температуре до минус 10 градусов. Сегодня задействованы всевозможные силы для ремонта. Сегодня на ямочном ремонте работают 12 бригад. Погодные условия на этой неделе, конечно, позволили нам в полном уже объеме, со всеми возможными силами, приступить к более значительному ремонту. С воскресенья мы смогли выпустить три единицы техники по струйно-инъекционной технологии, которая работает, применением бетонной эмульсии и щебня. Они позволяют просто в десятки раз быстрее производить ремонт дорог. Сегодняшняя для уже 4 единицы у нас работает этой техники. Кроме того, погода позволяет выполнять работы по ремонту дорог и теплыми асфальтобетонными смесями. То, что делается сейчас, мы планируем делать на улице Орловской. Идут подготовительные работы. А укладка этих смесей ведется сегодня по улице Ленина и будет и на бульваре Космонавта. Казалось бы, свою работу дорожные службы выполняют быстро и качественно. Вот только все равно возникает вопрос, где гарантия того, что через месяц-два не появятся те самые ямы, которые залатали снова. То, что делается в хорошую погоду, оно до весны все это будет стоять. То есть и сейчас работы, которые именно литым асфальтобетоном, вот они являются временными и в летний период они будут в основном переделываться. А то, что делаем машинами построенными, инъекционными, и то, что делаем теплыми литыми смесями, оно все выполняется согласно технологии, погодные условия позволяют, материалы все есть, поэтому оно не будет требовать никакой переделки. Со стороны брестских автовладельцев бесспорно присутствует негодование, и представители брестского ДЭПа его понимают и принимают. Однако никто не ожидал, что погодные условия так скажутся на дорожном полотне. Обращений очень много. Старались по мере возможности все это выполнять, но тот объем работы, он как бы очень такой лавинообразный образовался разрушение. Конечно, в течение нескольких дней, ну это просто физически, это невозможно это сделать. Тем более, что в зимний период, это вот сейчас пару дней хорошей погоды, а так привлечь каких-то других организаций тоже невозможно, потому что нужна специальная техника, которой, ну ее просто ни у кого нет у этой техники. И когда идет дождь, идет снег, работы тоже продолжались, ну выполнялись и в плохую погоду, но именно уже скорость очень, ну медленно, потому что и погода не позволяет, и плюс вот это то, что можно работать только литым асфальтобетоном в такую погоду. План на 2024 год у дорожно-эксплуатационного предприятия грандиозный. Одним из пунктов является полная замена асфальтного покрытия на улице Свято-Афанасьевской. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.